Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня» в студии Ирина Чекунова. Мы работаем в прямом эфире. 300-190 наш телефон. Звоните, задавайте свои вопросы, если у кого они есть. А теперь представляю экспертов нашей программы. Итак, прошу любить и жаловать. Людмила Григорьевна Хоменко, заместитель главы администрации города Твери, заместитель председателя городской антинаркотической комиссии. Людмила Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. И Александр Валерьевич Лукьянчук, руководитель Тверского регионального отделения Всемирного русского народного собора, член общественной палаты Тверской области, заместитель председателя общественного совета регионального ФСИНа, член коллегии управления Федеральной службы исполнения наказания России, член антинаркотической комиссии Тверской администрации, администрации города Твери. Александр, приветствую вас. Добрый день. Все назвала, что возможно, да? Ну, тогда начинаем. Сегодня мы подводим своеобразный итог профилактической антинаркотической работе, которая проводится в Твери. Тем более, что этой теме мы постоянно, уже много лет, да, Саш, уделяем вот именно в этой студии большое внимание, потому что идет настоящая война, уже не первый год, война против нашей молодежи, возраст детей, которые привлекаются, хотят вовлечь в это зло, в это смертельное зло, он все уменьшается, да? Это, если мы раньше говорили о 14-15-летних, то теперь уже это 10, может быть, даже 11 лет, да? Это все моложе и моложе детки, и приходится как-то всегда, что называется, держать руку на пульсе. Давайте мы начнем с того, Людмила Григорьевна, наверное, от Вас хочется услышать городская антинаркотическая комиссия. Мы знаем, что много встреч проводится. На различных уровнях, да, существуют комиссии, которые работают противовес этому злу. Что делает город? Ну, то, что касается деятельности городской антинаркотической комиссии, в ее состав входят представители, специалисты различных сфер. Это и ОМВД, и психологи, председатели комиссии по делам несовершеннолетних районов и многие-многие другие. В этом году очень активно в деятельность рабочей, вот именно в работу подключилась общественная палата Тверской области. И, соответственно, на год был сформирован план. Затем весной мы его усилили и увеличили количество встреч с нашим подрастающим поколением. Взяли за основу, основную целевую группу, студенты и старшеклассники. Ага, все-таки более старшие такие, да? Да, более старшие, потому что понимаем прекрасно, что большое количество сейчас предложений незаконной работы. Вы прекрасно знаете, что предлагается распространять наркотики. Соответственно, таким образом молодежь вовлекается, сулят большие деньги за эту работу. И с тем, чтобы подростки наши не были вовлечены, мы разъясняем и ответственность, и каким образом происходит это вовлечение. Вот важно, что в антинаркотической комиссии есть представители силовых старкультур, МВД, которые с чисто правовой точки зрения скажут, чем это грозит. Потому что некоторые говорят, а мы не знали, как вот попадают часто в следственный изолятор, да, вот, Саш, а как ты сюда, девочка, попала, да, тоже малолетки? И они говорят, а мы не знали, что за это, что это уголовная ответственность. Вот как раз для этого все это и было создано изначально, потому что мы даем непосредственно детям некий информационный ценз. Информационный ценз нужен для того, чтобы сразу упредить развитие правонарушений в молодежной среде. Наша основная задача – это заниматься профилактикой и предупреждением правонарушений. Потому что локализацией занимается управление Министерством внутренних дел России Тверской области, в частности, управление наркоконтролем. Мы занимаемся профилактикой и предупреждением. Ну и, как показывает практика, вот, то, скажем так, тот проект «Стоп наркотик», который Людмила Григорьевна согласовала, и в рамках которого мы непосредственно работали, я сейчас объясню вкратце, как это было, мы начали работать в мае 2023 года. Мы перед летними каникулами, потому что мы понимаем, что дети уходят в так называемый неконтролируемый пике на несколько месяцев, когда они будут предоставлены в своих компаниях своим, как бы находясь в своем молодежном социуме, сами себе. Соответственно, подвержены, конечно же, влиянию деструктивного контента, который мы не в силах от них оградить. Мы сами прекрасно понимаем, что это не телевидение, которое можно смотреть, а которое можно не смотреть. Телефон – это лучший друг подростка на сегодняшний день. Какой объем информации оттуда уходит, к сожалению, нам не ведом до конца. И мы, кстати, делали на этом большой упор, что родители должны активно интересоваться жизнью своих детей. Вообще интересуются, мы говорим все время, что должны. Вот здесь, за этим столом, мы всегда должны многих. Мы можем говорить только о своих детях на сегодняшний день, как мы относимся к своим детям. А с родителями, кстати, я перебью, Саш, а с родителями встречаетесь? С родителями встречаемся. На следующий год запланирована большая работа у нас именно с родительской общественностью. Потому что нельзя однозначно ответить на вопрос, интересуются они жизнью подростка или нет. Родители всякие. И, соответственно, ситуация в семье, она различная. И не всегда вот это неблагополучие можно выявить сразу. То есть семья может быть обеспечена, полная. Но если интересами ребенка не интересуются родители, либо поверхностно одет, обут, всем обеспечен, уроки сделаны, отлично учатся, этого недостаточно. Должна быть эмоциональная близость, должны быть общие интересы, увлечения. Тогда ребенок защищен, подросток защищен. А если он встречается с неизвестной компанией, бывает в неизвестных для родителей местах, соответственно, появляется риск. Кто его окружает, что ему предлагают, чем он занимается. Ну да. Кстати, вот как слушают, Саш, я знаю, что вы выступали очень во многих аудиториях. Ну, значит, у нас как получилось, я просто начал рассказывать, немножко закончу, что у нас было в мае, мы выступили в 16 специальных учебных заведениях, только один колледж мы не посетили, фактически у них был планер. Вот. Да, был определенный опыт, который мы для себя подчеркнули, сделали определенные выводы, и дали на следующий раз уже рекомендации СУЗам, как бы мы хотели, чтобы проходили эти форматы мероприятий. Слушают с удовольствием. Надо же заинтересовать. Статистика показывает, что дети не хотят даже в конце наших выступлений уходить, их интересуют вопросы, ряд из которых они готовы задавать в режиме общения онлайн в процессе лекции, а ряд вопросов задаются после, уже при индивидуальном общении. То есть многие просто не хотят озвучивать это на всех. Соответственно, летом мы проехали, у нас был опыт определенный, плюс мы захватили две смены детских лагерей городских, и поняли, что да, это нужно и в лагерях в том числе делать, потому что обратная связь и там тоже была. И был лес рук о знакомых, которые отбывают наказание по 28 статье Уголовного кодекса сбыта распространения наркотических препаратов. И были руки, кто умер из знакомых от употребления наркотических препаратов. Мы понимаем, насколько это сильное зло на сегодняшний день, потому что речь идет о таких наркотических препаратах, синтетической группы, как Альфа-ПВП и Мефедрон. Это наркотические препараты, один из которых воздействует на два, психологических факторов, второй на все четыре. То есть угнетающее действие он носит в своем составе, и это называют так называемым дизайнерским наркотиком. Потому что каждый раз его формула немножко видоизменяется. Это я помню, я перебью, Саша, когда мы работали еще на наркоконтроль, было отдельное подразделение, то вот оперативники просто говорили, что да, что просто-напросто не успевали за этими формулами. Они настолько быстро рождались, настолько химики работали в какой-то криминальной среде, что просто еще не были внесены закон, что это является наркотиком. Это называются так называемые прекурсоры, которые сейчас запретили. Это те препараты, с помощью которых можно создать наркотическую формулу. Мы, конечно же, особое внимание уделяли и при летнем объезде специальных учебных заведений, и при ноябрьском объезде, потому что в ноябре мы захватили уже пять высших учебных заведений, 17 СУЗов, мы побывали в четырех в лицее и в школе, и, соответственно, записали видеообращение к остальным школам, потому что проехать 52 управления учебных, да, это очень тяжело, крайне тяжело. Мы прекрасно это понимаем. Это надо выбросить все, что называется заниматься. И вот второй объезд, он показал вообще значимость этого мероприятия, потому что к нам начали присоединяться уже люди, которые оказывались сторонней помощи. Во-первых, огромную благодарность Людмиле Григорьевне за это, огромная благодарность Лебедеву Михаилу Владиславовичу, новожилу Людмиле Владимировне на это управление наркотворения Северской области, Боковой Ольге Сергеевне, огромнейшая благодарность, как заместитель председателя общественной палаты, которая поддержала мою инициативу при приходе в палату, и сказала, что да, я готова этим заниматься, как социальным проектом, потому что на сегодняшний день это очень значимый проект для всех. И Барыгиной Марине Владимировне, Юрине, огромное спасибо, потому что она, как от инспекции по делам несовершеннолетних, она эту тему добавляла к практическими моментами. То есть у нас получилась слаженная команда, которая отработала, я считаю, положительно. Все колледжи, все высшие учебные заведения, ряд гимназий, лицеев и несколько школ, и по остальным мы сделали видеоролик, который будет там транслироваться, потому что это 52 объекта, очень тяжело посетить, мы прекрасно это понимаем. Ну, конечно, говорили, кто присутствовал, что представители и силовых структур, и общественности есть, и врачи, да? Да, специалисты. Ну, Вера, Ванна, да, вы говорите? Специалисты присутствовали, диспансеры. Но каждое учреждение обязательным участником полностью присутствовало на каждом мероприятии, это Александр Валерьевич. Поэтому Александру Валерьевичу особая благодарность за ту огромную работу, которую он проводил в этом году. Действительно, дети с увлечением и студенты слушали, подходили, задавали вопросы. И самое главное, что это не была лекция, аннотация. Вот это, да, они воспринимают. Живой диалог, да, вопросы, ответы, а знаете ли? И самое интересное, Ирина, вы знаете, не только дети и студенты для себя открывали новое. У нас педагоги, взрослые, не владеют полной информацией. Вот, к сожалению, да, ликбез такой. Вот, кстати, Саша, я так думаю, что вы у нас уже стали своеобразным экспертом вообще в самом лучшем смысле этого слова относительно наркотиков, к сожалению. Потому что мы об этом говорим и об этом рассказываем и в местах лишения свободы, да. Кстати, мы снимали ряд историй именно из мест заключения, где сами осужденные по 228 статье рассказывают о том, как они пришли, как они догадались, и дают совет, чтобы хотя бы те, чтобы другое никто не пошел по этой статье. Мы комиссионно смотрели. Здесь видите, какая ситуация сама по себе. Вот то мне просто удалось осуществить такое взаимодействие, то есть соединить все управления, которые я представляю, то есть управление Федеральной службы исполнения Казани с точки зрения ресоциализации заключенных, отбывающих на Казани в местах лишения свободы, и Всемирный Русский Народный Собор, который выступил, в общем-то, инициатором многих очень встреч. Всемирный Русский Народный Собор позволил привлечь к этому Тверскую епархию. Я хочу также сказать слова огромной благодарности нашему владыке, высоко преосвященнейшему, амурсию, утрополиту Тверскому и Кашинскому. Он не просто участвовал, мы сделали просто тематический цикл его посещения колонии, называется «Слово пастыря», в которых он общается с заключенными, и первая тема общения противодействия 228 статьи антинаркотической. А также он присутствовал у нас, вот вместе с Людмилой Григорьевной, мы присутствовали с руководителем управления наркоконтроля и с владыкой в медицинском колледже, потому что существовали определенные учебные заведения, которые ходили в группу риска. Я их перечислил, это медицинский колледж, медицинская академия, химико-технологический колледж, ну и, конечно, это сельскохозяйственная академия. Нетрудно догадаться, да, там могут синтезировать выращивание конопли под лампами, аквацирование в одной из комнатных. Но мы сейчас об этом знаем, и рассказывать подробности рецепты не будем. Нет, мы не рецепты, мы просто говорим, на что мы делали упор, что дельцы от наркобизнеса и вербовщики, непосредственные гилеры, они начинают работать с тем же медицинским колледжем со второго курса, они понимают, что это будущие старшие медсестры, которые будут отвечать за подотчетный препарат. Химико-технологический колледж, да, человек может придумать ту или иную формулу, поэтому упор делался очень на них серьезный. Вот, и в каких-то пиковых, знаковых моментах присоединялись и замглавы города, и руководительных контролей, это и государственный университет, там немножко в расширенном составе, медицинская академия, мы проводили немножко в расширенном составе. Какие у нас планы на 2024 год, что очень важно? Вот это то, о чем начала говорить Людмила Григорьевна. Ну, во-первых, мы хотели пообщаться, уже это будет у нас первый квартал, январь, февраль, март, вот до марта месяца, с замами по воспитательной работы, это будут и школы, и специальные учебные заведения, и вузы, дать им определенный информационный ценз, он, конечно, будет отличаться от того, который давался непосредственно студентам. Потому что там будут даваться факторы поведенческого, поведенческие факторы детей, которые, возможно, уже употребляют наркотические препараты, как это визуализируется по ним, то есть это расширенные зрачки, это сбивчивая речь, это суетливость, это нервозность и так далее, и так далее. Кстати, об этих факторах учителя сами знают? Все доводится до них вот это вот? Вы знаете, но как мы прекрасно понимаем, что приходят новые учителя, плюс специалистов не так много, конечно, работают, но повторение мать учений. Да, для них нужна отдельная капула селебвестка. Давайте им будет более конкретным, их задача учить детей специалитету. Это дополнительная функция именно замом по воспитательной работе, вот именно с ними мы работаем, не со всеми. Но, тем не менее, школа в наши времена, она выполняла и функцию воспитания тоже на себя брала. Так вот, вот о чем сказала Людмила Григорьевна, мы к этому возвращаемся. Наша задача именно собрать, знаете, как, наверное, старших родительских комитетов. Вот это было бы очень важно для себя, поговорить именно с родителями. Да сил-то, по идее, много, да, которые можно подсоединить, чтобы так вот... Ну, воспитание начинается в семье. Да, да, и родительские комитеты, только деньги, что ли, с них собирать? Воспитание начинается в семье, потом только школа, сначала семья. И вот я бы хотел продемонстрировать на камеру вот такую листовку. Да, вот мы предпринесли с собой, что... Вот эта листовка, она не одна, у нас их несколько этих листовок, цикл листовок. Да, Людмила Григорьевна, покажите тоже вот это вот, чтобы... Значит, в этой листовке непосредственно будет перечисляться фактор поведения детей, на который именно родители должны делать упор. Вот смотрите, мы, в частности, говорили о каких ситуациях? Вот когда ребенок приходит в новой одежде, которую родители не приобретали. Когда ребенок позволяет себе, будучи школьником, там в 14-13-летнем возрасте, делать дорогостоящие подарки родителям на 8 марта, 23 февраля, на дни рождения. Когда маме дарятся духи за 8 тысяч и объяснение, что я занимаюсь волонтерской деятельностью, мне за это платят, родители должны понимать, что само понятие волонтерской деятельности предусматривает не оплату за эту работу. Поэтому, соответственно, нужно понимать, что это не просто так. Еще у нас присутствуют здесь плакаты, потому что мы всегда говорим, что если мы говорим против наркотиков, значит, нам нужно что-то предложить взамен. Всегда, прежде всего, это спорт, да это вообще искусство, все что угодно. Занятость ребенка в различных секциях, кружках, дополнительное образование, что угодно. Правильная занятость. И поэтому, в целом, могу сказать, что у нас за год, мы посчитали статистику, проведено более полутора тысяч мероприятий. Охват 97 тысяч. Но здесь мы берем и родительскую общественность, и детский контингент. И, конечно же, мы говорим о том, что, родителям говорим о том, что эта история не терпит пустоты. Вы заполняйте жизнь ребенка, насыщайте, интересуйтесь, чем бы он хотел заниматься. Ищите. У нас много кружков и секций бесплатных. Бесплатных. На чем мы делаем всегда акцент? В школах много инициатив. Сейчас сильно развиваются именно детско-юношеские движения, где тоже ребенок может быть занят. Поэтому было бы желание, и были бы вовлечены родители, чтобы правильно направить ребенка. И, конечно же, в том числе в школы мы передаем информационные плакаты, разработанные областной антинаркотической комиссией. Мы можем вот так вот продемонстрировать. Такой оптимизм жизненный в себе несут эти плакаты. Вы видели, наверное, на речном вокзале существует остановка в таком стиле сделанная. Мы тоже включили в план антинаркотической комиссии города Твери, обсуждали с коллегами в планах на 2024 год делать такие остановки именно в местах локаций школ. Во всяком случае, это как-то придает веру в завтрашний день. Это жить веселее, жить спокойнее. Мы пытались убедить детей, что наркотик – это смерть. Это основное, понимаете? Это дорога в один конец. К большому сожалению, никто не дает второго шанса. Наркотик второй шанс не дает. Привыкание 100% от второй дозы и продолжительность жизни при употреблении синтетических наркотиков составляет от года и трех до года и шести месяцев. И, к сожалению, мы понимаем, что в незнакомые компании могут не спросить, ребенка хочет он или нет. То есть путем обмана, приводим примеры, путем обмана вовлекается. А здесь вот уже очень серьезная ситуация. Кстати, мы поднимали, и опять же таки в этой студии неоднократно вопрос по поводу надписи, которые предлагают работу. Да, как, чуть ли не 10 тысяч за один раз ты заработаешь, а где еще ребенок заработает? О чем Саша говорил? Да, откуда появляются такие деньги? Что мы можем делать? Саша, кричали, да, помогите, примите участие. Наконец-то все это дело сдвинулось, да? Надписи уничтожаются. Волонтерское движение подключается. У нас на сегодняшний день активно работают районные администрации, департамент экономики вместе с субъектами потребительского рынка. Понимаем, что идет огромная массовая атака, и огромное количество надписей появляется. Весной мы провели расширенное совещание с УК, ТСЖ, ЖСК по этому направлению. В принципе, все управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, которые понимают, что это не потратить небольшую сумму на баллончик или на банку краски, не такая большая сумма, это не цена жизни ребенка. Вопрос социальной ответственности за это. Да, здесь вопрос социальной ответственности. У нас подключаются и волонтеры активно в эту деятельность. У нас в этом году работало 54 волонтера, и их силами устранено 409 надписей. Конечно же, здесь есть определенный нюанс, потому что если здание имеет собственника, мы побуждать должны собственника. А без хоз какие-то объекты в второстепенном секторе, где помощь нужна, допустим, в частном доме какой-нибудь бабушке, здесь уже мы волонтеры можем подключить. А кроме этого, конечно же, есть определенный нюанс сейчас по поводу моратория на штрафы административной ответственности в этой части. На 2024 год он продлен, но больше все равно ответственных у нас представителей УК, ТСЖ и ЖСК. А может вот так вот желающий, тот, который видит, он идет мимо и уничтожить это, ну, оказался при себе тот же баллончик или побежал за краской, взял? Или это нужно, что что-то, какие-то меры соблюдать в правилах? Ситуация крайне непростая. В данном случае, если цвет краски будет по коле не совпадать с фасадом, это вандализм. Вандализм. Это мы попадаем в другую крайность. Мы попадаем в другую крайность. С волонтерами аккуратно. Волонтеры, мы, нет, волонтеры направляются в управляющие компании, у них есть колированная краска определенная, если она у них существует, конечно, они с удовольствием выдают. Когда появляются квадраты Малевича на стенах, мы прекрасно понимаем, что это тоже не вписывается в доминанту городскую, архитектурную. Но, конечно, лучше черный квадрат, чем ссылка на продажу наркотиков. Все-таки нужно действовать и в рамках закона, и какое-то тождество здесь должно выполнять. Но мы говорим жителям областной столицы, что эта у нас ситуация под контролем, что вы отслеживаете ее. Мы говорим еще руководителям управляющих компаний ТСЖ, ЖСК и частного сектора, а также объектам потребительского рынка, что следите, что у вас на фасаде нарисовано, что нанесено, и просьба оперативно это закрашивать, убирать. Почему? Потому что вкладываются колоссальные средства в то, чтобы нашему подрастающему поколению нанести огромный вред. И нам всем вместе нужно противостоять этому злу. Да, обязательно еще раз обратимся к родителям, чтобы хотя бы наблюдали, сидит ребенок в интернете, вроде тихо, спокойно сидит, а что он там читает, и что он там смотрит, чего ему научат. Их это не волнует, это тоже очень важно. Кстати, вот мы, да, Людмила Грэнна, мы говорили буквально неделю назад, вот в этой же студии собирались, о том, что вы сказали, сколько много кружков, сколько можно возможностей, да, есть возможности у детей быть занятыми. Пожалуйста, сейчас большое волонтерское движение помощи фронту там уже. У нас много ребят помогают, включаются в деятельность, помогают эфасовать гуманитарную помощь, сами участвуют в плетении сетей, в изготовлении свечей на фронт, активно очень участвуют. И я знаю, что у вас есть сегодня с собой рисунки, да? Вы знаете, мы большое количество писем, рисунков, поделок отправили на фронт нашим подразделениям, и я не имела права их задерживать, они разного формата, но специально принесла несколько образцов и одно письмо, чтобы было понимание, что же это такое. Вот такого плана поздравления с Новым годом наших бойцов, с пожеланиями скорейшего возвращения. Вот, пожалуйста. Детки рисовали, да, все это? Двоих не бросаем. Это и школы, и детские сады, есть и письма. Ну, к сожалению, наверное, времени мало зачитывать не буду. Вот у нас 14-я школа письмо, например, написала. Я еще раз повторяю, это копии. А сами письма уже... Уже отправились. Да, да, да. К Новому году великое дело делать. Последние, вот буквально мы вчера в ночь отправляли еще в одно наше подразделение письма наших ребят. Ирина, как хотелось бы, чтобы мы вот об этом рассказывали, да, вот о патриотическом воспитании, о том, как мы, вся страна, вот, как одно целое, как один единый организм сейчас все делает для побед. Они говорили о том, вот, зле, да, с которым приходится бороться. К сожалению, да, такого же. Я просто не понимаю, что сейчас это большое зло вносит только дисбаланс в общество, только ухудшает ситуацию именно здесь. Поэтому мы должны понимать, что эта работа должна вестись неусытно, да, с утра до вечера. У нас программа подходит к концу. Александр, ваше пожелание, кого бы еще хотелось видеть вот в ваших рядах, чтобы, что называется, одним сплошным фронтом против этого зла? Знаете, в наших рядах хотелось бы видеть всех неравнодушных людей. Это, во-первых. Во-вторых, конечно же, есть проект о том, чтобы привлечь человека, который победил, это зло. Мы не говорим сейчас о человеке, который отбыл наказание по 228-й статье. Вот, например, у нас существует проект в Твери до матери, да, и его руководитель, она, в общем-то, была наркозависима раньше, а теперь дает кровь и возможность какое-то время неужить этим людям. Я думаю, что мы ее пригласим на этот проект для того, чтобы она несколько слов говорила от себя, как человек, который через это прошел. Это крайне важно, да? Это крайне важно. А я хочу еще два слова сказать родителям, чтобы они участвовали в жизни своих детей. Если ребенок, если родители не участвуют в жизни детей, в причине того, что просто заняты, устали, потому что нужно платить кредит или делать работу, это мало, потому что мы за своих детей в ответе не просто до совершеннолетия, а вообще в принципе. Мы должны понимать, кого мы вырастим. Будущую смену патриотов, духовных, морально, грамотно, физических людей, которым мы передадим знамя победы, чтобы они с ним дальше добавляли свои достижения. Либо мы, к сожалению, будем проигрывать в ментальных войнах. Людмила Григорьевна, Ваше пожелание. Буквально 20 секунд осталось. Вы знаете, конечно же, очень важно, когда Новый год встречается в кругу родных и близких. Когда дети и подростки вместе с Вами чтут традиции семейные, участвуют в жизни своей семьи. Но это зависит именно от родителей. А для того, чтобы понять, насколько талантливы наши дети, я предлагаю, поздравляю всех с наступающим Новым годом, и предлагаю всем нам 30 декабря в 19.00 на Тверском проспекте посмотреть концерт, большой новогодний концерт, подготовленный силами наших же детей, творческих коллективов города Твери. Это хороший новогодний подарок. Спасибо, дорогие мои, за участие в программе. Я надеюсь, что Новый год принесет новые радости. Пусть он будет без наркотиков, пусть он будет мирным и здоровым. Спасибо, друзья. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова